Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Продолжаю отвечать на вопросы по садово-огородным делам. Сейчас речь пойдет о замечательной ягодке клубники. Ирина спрашивает, наша ягода растет в Ярославской области, климат не самый радостный для нее, но тоже урожай неплохой собираем. Одна беда, у нас сейчас личинки майского жука. В этом году съели практически всю землянику. А ее только посадили новую по весне. На подоконнике выращенную, обидно очень, воюем как можем. Но вот уже который год засиль ямайского жука. Чуть больше, чуть меньше, но есть. И очень ненасытный. Елена, я как-то слушала советы специалиста в магазине. Он рассказывал, что клубнику, чтобы были хорошие кусты, надо сажать. Виктор частично так и делает, по 2-3 кустика. После первого года, как клубника дала урожай, посаженная осенью или летом прошлого года, ни в коем случае не давать ей выбрасывать усы и не прикапывать их. Не может растение одновременно давать и хороший урожай, и хорошее потомство. Усы надо начинать использовать на второй год после посадки. Тогда они будут крепкими и с хорошим урожаем. А мы ведь как? Посадили клубничку и на следующий год, собрав хороший урожай, скорее начинаем ее размножать. Вот она и вырождается, и мы не можем ее развести и сохранить сорт. Это то, что я знаю. И как это делаю? Может еще кто подскажет, как ее размножать? С удовольствием поучусь. Ирина, а я, прежде чем размножать сорт клубники, смотрю, как он зимует в наших суровых краях. Как восстанавливается после зимы, насколько активно наращивать листовую массу и какое количество цветоносов способен выдать. Только после сдачи такого экзамена, в кавычках, я беру с него розетки. Причем делаю это так. Во время плодоношения отбираю самые урожайные и вкусные кусты, помечаю их пластиковыми ножами и оставляю 3-5 розеток усов, не более. Все остальные усы постоянно убираю. Теперь вся сила куста идет только в эти розетки. Осенью ничего не отсаживаю и даю новому усику пережить зиму с матерью. Весной уже отсаживаю на постоянное место. Это будут у меня маточники. Сажаю их на очень большом расстоянии друг от друга. На 4-х метровой узкой грядке я посадила всего 5 растений. Вокруг них начинают образовываться усы. Оставляю от каждого куста по 6-8 розеток, но не больше. Цвести маточником не даю, ну разве что оставлю по 1-2 ягодки на пробу. По 1-2 ягодки, а не по 1-2 цветочной кисти. Все остальные усы, которые будут появляться, обязательно убирать. Иначе качественного посадочного материала вы не получите. К августу мы получим мощные красивые растения, готовые к пересадке. Когда будете пересаживать такие зрелые усы, вы удивитесь, насколько там мощная корневая наросла. Именно такие кусты и дадут вам на следующий год те чудесные ягоды, которыми мы восхищаемся на картинках. По поводу посадки в одну лунку по 2-3 уса. Так сажают только слабую рассаду клубники. Если вы сделаете все правильно, то молодой ус так хорошо разрастается, что там места для второго уже не будет, не говоря уж про третий ус. Некоторые не совсем честные продавцы делают фото куста, вокруг которого шикарным веером лежат грозди крупных ягод. На поверку же оказывается, что там не один куст, а 3-4 куста, но посаженных не в одну лунку, а рядом. Отвечаю. Сажать клубнику по 2 уса в лунку я начал делать недавно. Посмотрю, как будет расти и плодоносить. Пока результат очень хороший. Потом уж буду выводы делать. Просто многие так выращивают. Вот я решил проверить. По поводу размножения усами. Есть много способов. Каждый выбирает подходящий ему вариант. Я беру усы с лучших кустов первогодок. Причем не более двух штук усов с одного кустика. Не более двух. Это плодоносить кустам не мешает. Первогодка у меня отлично плодоносит. Потому что усы я укореняю как можно раньше, еще в июле. К осени они уже большие. А весной они идут в рост и уже плодоносят. Насчет вырождения клубники при размножении усами продавцом в магазине сказано не совсем корректно. Усы можно брать с любого куста. Хоть однолетки. Это лучше всего. Хоть со старого куста. Там усы, как правило, слабее. Если куст сохраняет все сортовые признаки, то вырождения не будет. Главное правильно выбрать куст для размножения. Поэтому за кустиками надо приглядывать весь сезон. И при необходимости помечать лучшие кусты с максимально выраженными сортовыми признаками. Это в случае, если посадки засорены пересортицей. У меня ни сортовых кустов нет. Постепенно от них избавился. И мне проще. Можно для размножения выбирать любой хороший кустик. А самые крупные ягодки на фото как раз собраны с прошлогодних усов. То есть с клубники однолетки. Так что оставляю из первых усов сколько мне надо для размножения клубники. Остальные весь сезон удаляю. Можно, конечно, использовать маточники. Но мне так неудобно. Усов мне надо немного. Проще укоренять их прямо на месте. А как приживутся, сразу высаживаю на подготовленную грядку. Это происходит еще в июле. Грядку использую под клубнику. Обычно после лука или чеснока. Это хорошие предшественники клубники. Да и лук и чеснок успевают к этому времени вырасти. Их убираю и тут же сажаю клубнику. Клубники у меня немного. До 300 кустиков. Больше не было никогда. Брать усы с однолетки стоит только в том случае, если сорт вам хорошо известен. А если вы еще не решили, оставлять его или нет, то, конечно, надо дать клубнике стать взрослой и посмотреть на плодоношение, урожайность и качество ягод. А потом уже решать ее судьбу. Оставлять ее или нет. Анна, от долгоносика собираю всю зиму шелуху луковую, чесночную и по весне рассыпаю под кустами. Еще папоротник кладу от нематоды. Живность в кавычках ушла. Отвечаю, я всегда сажаю клубнику после чеснока и лука. Это очень хорошо помогает. Ну а вот шелуха тоже, я думаю, лишней не будет. Все это отпугивает вредителей. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать клубнику, получать хороший урожай. Всем всего самого доброго. До свидания.